Здравствуйте! Вы смотрите новости Ленинского городского округа. Меня зовут Дмитрий Книга. Сегодня в выпуске. Вы увидите. Очередной эпизод проекта «Стихи живут повсюду». Поэзия, стихотворная речь явилась к нам как молитва. Узнаем мнение жителей о новогоднем украшении в городе. По нашему городу очень красиво и развесели. Спасибо вам. Во Дворце культуры Видное показали новогоднюю сказку для детей. Мы старались вставлять какие-то танцы, развлечения, чтобы дети могли с нами участвовать в спектакле. В Подмосковье стартовал прием заявок на ежегодную премию губернатора «Мы рядом, доброе дело». Премию будут вручать за героические поступки и особые заслуги, проявленные в ходе проведения СВО, поддержку участников СВО, социальные проекты и инициативы, направленные на улучшение жизни в регионе. Принять участие могут жители области от 18 лет. Призовой фонд конкурса составляет 80 миллионов рублей. Всего 93 премии от 500 тысяч до 5 миллионов рублей. Все подробности можно найти на сайте премия-дефисмы-рядом.рф. Там же принимаются заявки до 15 декабря включительно. Сотрудники ГИБДД провели очередной рейд на дорогах города, чтобы напомнить жителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Вместе с ними на мероприятие отправилась наша съемочная группа. Место для проведения рейда сотрудники ГИБДД выбрали не случайно. На пересечении улиц Березовой и Фокина всегда оживленный поток машин. Кроме этого, поблизости расположены детские сады и школы, из-за чего на перекрестках большое количество школьников и мам с детьми. Спрашивали, есть ли у нас светоотражающие элементы на одежде, на санях, чтобы машины видели нас издалека. Рассказали, что нужно соблюдать правила, стоять около обочины, прежде чем переходить и смотреть по сторонам. Автоинспекторы провели с участниками дорожного движения профилактические беседы и вручили тематические листовки. Рейд показал, что подрастающее поколение также осведомлено и хорошо знает, как вести себя на проезжей части. Спокойно сидеть, пристегнуться и хорошо ездить. И вести хорошо. Люди, моего возраста, вообще любые люди должны одевать яркие куртки, для того, чтобы водители замечали, чтобы не было недоразумений, не было аварий. Плохая видимость и заснеженные дороги создают дополнительные сложности, как пешеходам, так и автомобилистам. Сейчас необходимо быть особенно бдительными на дороге. За пренебрежение безопасностью придется заплатить. За нарушение правил непредоставления преимущества пешеходам у нас предусмотрен административный штраф – полторы тысячи рублей. Если это деяние повторяется повторно, то до двух с половиной может вырасти штраф, поэтому обращайте внимание на поведение свое. Водители и пешеходы к проверкам относятся с пониманием. Безопасность на дорогах и в салоне авто превыше всего. Закон есть, за что должны наказать. Должны наказывать. А водители должны соблюдать правила дорожного движения и все те же кресла, ремни, свет, пешеходов пропускать. Рейды по выявлению правонарушений проводятся регулярно. Будьте внимательнее, соблюдайте правила дорожного движения и берегите свою и чужую жизни. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В эфире Видное ТВ очередной эпизод проекта «Стихи живут повсюду», организованный сотрудниками Историко-культурного центра. В ходе него представители различных трудовых коллективов читают стихи русских и советских классиков. Но сегодняшний выпуск получился довольно необычным. Сергей Сидоренко хорошо известен многим жителям Ленинского округа. Часто он становился и героем наших новостей. Сергей – почетный донор крови Подмосковья. Его донорский путь начался в далеком 1992 году. С тех пор он сдавал кровь 219 раз. Сейчас Сергей Сидоренко принимает участие в специальной военной операции на Украине. В данный час наша страна в опасности. Кто, если не мы, будем оберегать наши семьи, наших жен, наших детей, нашу страну. Поэтому я принял для себя решение и решил, что я должен тоже по мере возможности своих сил идти и защищать нашу страну. В редкие минуты затишья Сергей пишет стихи. Одна из записей с авторским исполнением попала к основателю проекта «Стихи живут повсюду» методисту Видновского историко-культурного центра Натальи Замариной. Она решила, что Сергей Сидоренко и будет героем очередного эпизода проекта. Поэзия, стихотворная речь явилась к нам как молитва, как способ общения с Богом. Воины Великой Отечественной войны в своих вещмешках доносили стихотворные томики до Берлина. Сегодня в Петербурге вышел в свет сборник поэтов нового времени «Смертельная русская речь», он называется, «Для воинов СВО». Стихи живут повсюду. Итак, Сергей Сидоренко «Позывной Грифон» исполнит стихотворение собственного сочинения, которое назвал «В бой». Звились красные ракеты, нам в атаку выходить, танки, смерчи, БТРы, нам моторы заводить. Ротный наш уже бывалый, есть медали, ордена, поведет рукою смелой до победного конца. Нам нужна одна победа, нет фашизму на земле. «Скоро будем и обедать в Киевском Крещатике». Дали мы присягу, верность, чтоб страну оберегать, силу, духа, крепость, Русь святую защищать. Дома ждут нас наши дети, мамы, жены и семья. Наши узы очень крепки, родины мы сыновья. Пожелаем нашему земляку Сергею Сидоренко скорейшего возвращения домой. Максим Козлов, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Приближение Нового года ощущается все больше, благодаря тому, что городские службы украсили улицы еще в первой половине декабря. Наш корреспондент Юлия Стаферова узнала мнение жителей об этих праздничных украшениях. Ленинский городской округ украсили к Новому году елками, гирляндами. Давайте спросим у местных жителей, нравятся ли им эти новогодние декорации. По нашему городу очень красивые развесили. Спасибо вам. Как вам новогодние декорации оценить? Вот эти классные. Вообще классные. Красивые. Как будете встречать Новый год? Дома. Как вам новогодняя елка? Красивая. В целом, как ваше настроение? Как готовитесь к Новому году? Какими-то эмоциями поделитесь? Ну, какое настроение? У меня очень много внуков, правнуков. Готовлю подарки. Около кинотеатра «Искра» на елку повесили декоративные окна, что вызвало дополнительный интерес у детей и взрослых. Елка удивительная. Окна куда прорубили? Скажите. Ну, может быть, это домик для сказочного существа? Я думала, что я там посмотрела. Там елка, снег, олень и заяц там в окне. Как вы украсили город? Вам нравится? Да, очень нравится. Вот ходим, осматриваемся. Скажите, а как готовитесь к Новому году? Ой, ну пока еще особо не готовимся. Меню хотя думаем уже. Я вообще люблю видное. Я вообще видное люблю. Считаю, что это лучший город в Москве. Огоньки везде – залог волшебной атмосферы. И еще один источник света, когда рано темнеет. Именно мерцание маленьких фонарей так привлекает внимание. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Декабрь – самый волшебный месяц в году. Убедиться в этом могли зрители спектакля «Девочка по имени Сова». Юные артисты младшего состава народного театрального коллектива «Твит» на сцене Дворца культуры «Видное» показали новогоднюю сказку и доказали, что чудеса действительно происходят. Сезон чудес в Дворце культуры «Видное» открыли волшебным спектаклем «Девочка по имени Сова». Новогодняя история о маленькой Софе, которую родители ласково называют «Совенок». Долго готовилась к празднику, выучила стихотворение и танец для Деда Мороза, но заснула в самую главную ночь в году. Мне очень было интересно, потому что было весело, радость людям. А в это волшебное время ожили все ее игрушки и даже новогодняя елка. Вместе стали будить свою хозяйку, но безрезультатно. Наши персонажи были маленькие, спокойненькие, которые верили в Деда Мороза, рассказывали стишки. Роли плюшевых животных исполнили самые маленькие артисты театрального коллектива. Как рассказал автор пьесы, художественный руководитель театра и исполнительница роли новогодней елки Ксения Князева, в этом году спектакли решили сделать интерактивным, чтобы зрители вместе с артистами могли стать участниками сказки. Мы старались вставлять какие-то танцы, развлечения, чтобы дети могли с нами участвовать в спектакле. То есть дети как будто сами были куклами, игрушками, которые играют и одновременно участвуют в нашем спектакле. У меня здесь и старшая группа, и малыши, которыми я там первый-второй год занимаются. Вот для малышей это был первый выход их на большую сцену. Я надеюсь, что им понравилось, и они попробовали себя поработать со зрителем. Самые забавные герои спектакля «Веселые пингвины» их сыграли Екатерина Сидельникова и Ульяна Грушина. Девочки чуть больше года занимаются в театральной студии. Подготовка шла довольно легко, нам очень понравилось участвовать в этом спектакле. Да, мы танцевали, мы забавляли детей, это была наша роль такая, мы были в роли аниматоров. Помог разбудить главную героиню только Дедушка Мороз. Главный зимний волшебник подарил Софе подарок, именно тот, о котором она мечтала. Спектакль стал отчетной работой юных участников Твида и изрядил новогодним настроением не только актеров, но и зрителей волшебной сказки. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.